Это видео в считанные мгновения стало настоящим интернет-хитом. Пара тысяч просмотров, сотни лайков и не меньше комментариев. Режиссера зовут Михаил Докукин. Блогер-журналист, такое, как он сам говорит, увидел впервые за 37 лет жизни. В этот день Михаил отправился в поездку из родного Новосибирска в Горный Алтай. Впервые ситуация меня возмутила. Я написал обращение в полицию и попросил, чтобы привлекли к ответственности виновных и эту видеокамеру как минимум убрали. Такие нововведения, уверяет директор комплекса Грани Алтая, конечно, на грани морали. Вот только здесь это скорее необходимость. Местное телевидение, говорит, открыли ради безопасности самих же посетителей. О том, что здесь работает камера, говорится красным по белому кафелю. Никакого обмана, рассказывает владелец. То, что клиенты заведения заходят по нужде, а попадают в реалити-шоу, похоже, самих клиентов, нисколько не смущает. В соседней комнате с буквой «Ж» тоже есть сразу два глаза, которые смотрят сверху вниз. Точно так же, как и в мужской кабинке. Здесь на это мало кто обращает внимания. Мне интересно, как мне мог что-то украсть, если я нахожусь в кабинке одна, а если что-то... А если вы забыли, что покажете? Если что-то забыло, то, конечно, другое дело. А если кто-то зашел и следом забрал, то есть сумочку на краю здесь или телефон? Угу. Но мне нужно об этом подумать. Мне так с утра быстро мысли не работают, но в этом есть какая-то логика. Но вот правда то, что не смутило многих, шокировало одного. После такого засвета новосибирец по возвращению домой написал заявление в полицию. Он считает, что владельцы кафе нарушили его личные границы. Сказать, что так напрямую, что нарушаю Конституцию, я вторгаюсь в частную жизнь, наверное, это будет сказано неправильно. Как он же говорил. Мы говорим, что это устанавливали профессиональные организации видеонаблюдения. Не было, еще раз повторяю, не было задачи снимать интимное место. Около сотни камер ежедневно снимают каждый угол грани Алтая. Поводом установки такого внушительного числа больших братьев послужил громкий случай. В тех самых туалетах, что так полюбил снимать новосибирец, однажды едва не изнасиловали девушку. После этого камеры помогли раскрыть еще несколько десятков различных преступлений. Например, сейчас ищут мошенника, который украл дорогой телефон у одного из гостей заведения. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...